Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Сегодня на моем столе настоящая зверюга. Сегодня я играю в D-Day at Omaha Beach. День D на пляже Омаха. Это настоящий истинный варгейм, военная игра. И этот жанр на самом деле является самым, наверное, непопулярным жанром среди настольных игр вообще во всем мире. И в России он тоже очень непопулярен, поэтому я надеюсь, что благодаря этому видео кто-то из вас, возможно, расширит для себя кругозор и узнает, что есть еще такого рода игры и, может быть, даже заинтересуется в них. Игра у нас соло. Здесь даже это на коробке написано, хотя по факту в нее можно играть вдвоем. И это делать очень просто. Я вам покажу, когда мы, собственно, начнем играть. А в этом видео я вам дам такую краткую историческую справку. Кратенько, минут на 40. Нет, нет, не пугайтесь. Надеюсь, что не на 40. В общем, расскажу о событиях, которые описываются в этой игре. А дальше мы с вами разложим, скажем так, стартовую кампанию в этой игре. И уже со следующего видео, собственно, начнем играть. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что за пляж-то такой Амаха? В общем, на пляже Амаха произошла высадка американских солдат во время Второй мировой войны. А конкретно 6 июня 1944 года. Высадка на этом пляже – это было лишь одно небольшое звено в очень длинной цепи в рамках операции «Оверлорд». Операция «Оверлорд» – это была операция союзных войск по освобождению Западной Европы от фашистской Германии. И вы можете отдельно почитать об этой операции. Она действительно грандиозна, очень интересна. Там было очень много элементов, компонентов. Но мы сегодня будем конкретно говорить о дне Д – о высадке в Нормандии. 6 июня 1944 года произошла самая широкомасштабная в военно-мировой истории военно-морская операция или, скажем так, самая широкомасштабная морское вторжение. Союзные войска вторглись в Нормандию с моря. Нормандия – это север Франции. И атаковали сразу по нескольким участкам, которые каждый из этих участков получил свое кодовое название. То есть, там были пляжи Голд, там были пляжи Сорд – это меч Джуно, Юта и Амаха. Чаще всего люди слышали про Амаху, не слышали про остальные, потому что на Амахе, на пляже Амаха, произошло, наверное, самое кровопролитное сражение. Вообще, это было самое кровопролитное сражение для США за весь период Второй мировой войны. То есть, здесь развернулись самые трагические события, и именно поэтому именно по пляжу Амахи написаны многие книги, сняты фильмы и так далее. Поэтому мы что-то знаем именно об этом участке. Но, в принципе, на всех участках – и на Юте, и на Голде и так далее – шли ожесточенные бои, где союзные войска теряли людей просто тысячами. На пляже Амаха, по официальным данным, сразу, скажем так, после этой операции, практически, можно сказать, по официальным данным, было потеряно около двух тысяч человек личного состава армии США. Но эта цифра, как это всегда бывает, очень сильно занижена. На самом деле, по факту, исходя из данных, которые публикуют и военные историки, количество жертв среди американцев колебалось в диапазоне от 4 до 8 тысяч человек. И это 4-8 тысяч человек, которые погибли буквально в считанные часы на узкой полоске пляжа на севере Франции. Играть мы будем вот на такой огромной карте. Она у меня с трудом влезает в экран. Пришлось отодвинуть камеру назад. Но мы сейчас придвинемся поближе, чтобы вы смогли все подробно рассмотреть. Сразу скажу, что я играю в третье издание игры. Издания друг от друга принципиально ничем не отличаются. Особенно второе от первого. Третье отличается тем, что здесь сама карта приклеена на доску. То есть, у нас фактически это как классическая настольная игра. Тогда как в большинстве военных игр и в предыдущих двух изданиях данной конкретной игры, карта была просто бумажная карта, не приклеенная ни на какой кусок картона. То есть, просто кусок полотна, бумаги. И, собственно, других отличий нет. На пляже Умаха 6 июня 1944 года у нас высадились две дивизии армии США. Это 29-я дивизия. И эта дивизия состояла из новобранцев, из парнишек 17-18 лет, которые не участвовали в боях, прошли только срочную подготовку в учебках у себя на родине. И сразу же были брошены, как оказалось, в самую кровавую битву для США за всю Вторую мировую войну. И первая дивизия вместе с рейнджерами. Рейнджеров там было, по-моему, 9 отрядов. Первая дивизия уже порох нюхала. То есть, можно сказать так, что они были заклины в боях. Но не более того. В общем, что, ребят, ждало на пляже, вот на этой вот тонкой полосочке из желтенького песочка, это был просто сущий ад. И в основном потому, что весь план операции пошел на смарку. Весь полетел в Тартароид. То есть, все, что было запланировано, не воплотилось. И из-за этого армия США понесла большие потери. Чтобы вы представляли более детально, что ждало ребят вот на этом пляже, я хочу вам сейчас предложить коротенькую выдержку из документального фильма. Солдатам предстояло пересечь открытый пляж под непрерывным пулеметным огнем. Эта зона смерти тянулась на 300 метров. Это больше длины трех футбольных полей. На разных этапах их подстерегала разная опасность. Первые 200 метров им надо было преодолеть такие препятствия, как ижи и колия. На расстоянии 250 метров их ждал волна лом, ряды колючей проволоки. Затем тянулись минные поля с 17 тысячами мин. Наконец, преодолев 300 метров, они добирались до дюн в конце пляжа. Только там они могли начать атаку на немцев. 1200 немцев заняли боевые позиции на дюнах вдоль береговой линии. У них на вооружении было сокрушительное новое нацистское оружие — пулемет МГ-42. Это был самый скорострельный пулемет в мире. Он стрелял в два раза быстрее американского пулемета «Браунинг». МГ-42 стреляет так быстро, что не слышно отдельных выстрелов. Его прозвали «Молная Гитлера». Звук его стрельбы напоминал треск рвущейся ткани. Скорострельность ему давала революционная конструкция. В других пулеметах пуля удерживает на месте затвор. А немцы открыли, что если затвор скользит на крошечных роликах, это увеличивает скорость подачи пуль. Это означает, что пулемет может выпустить до 1500 пуль в минуту. Это 25 пуль в секунду, со скоростью более 3200 км в час, летящих прямо к кораблю «Хэлла». Но там был не один пулемет МГ-42. Их было пять. Это значит, что в десантные корабли «Хэлла» каждую секунду могло попасть 125 пуль. Ну, вы все видели сами. Теперь, что же пошло не так? Да все пошло не так. Понятное дело, у нас здесь колючая проволока, ежи, минные поля. Там у нас укрепление фашистов с пулеметными расчетами, артиллерия, пушки. С этим надо было что-то делать. Просто так отправлять пехоту, это означало обречь ее на смерть. И за 4 часа до высадки более 400 самолетов союзных войск, 400 бомбардировщиков вылетели в сторону пляжа для того, чтобы просто все побережье забросать бомбами и все эти укрепления смести просто с лица земли. План был хорош, не учли одно, погодные условия. Погодные условия 6 июня были очень плохими. В результате была такая достаточно сильная облачность и бомбардировщики просто не видели землю. А радары, это сравнительно было недавнее изобретение и военно-морские силы этому изобретению еще не доверяли. Они боялись, что все эти там 400 с лишним самолетов побросают бомбы на флот, который здесь стоял и ожидал, собственно, высадки. Поэтому летчикам сказали сбрасывайте только, когда вы уверены, что вы над берегом. То есть по показаниям радара плюс там 5, 10, 20, 30 секунд. Надо просто понимать, что 5-секундная задержка в выбросе бомбы означает, что бомба попадет дальше от цели, упадет дальше от цели на расстояние там с учетом скорости самолета полтора, два или более километров. И так и произошло. То есть они выкинули какое-то сумасшедшее количество бомб, там какие-то тысячи и тысячи, там больше 10 тысяч бомб было сброшено. Все они, ни одна из них, вообще ни одна из них не попала на пляж. Все они были сброшены где-то там. То есть во что там они превратили северную бедную Нормандию в этими тысячами бомб, я не знаю, но цель своей они не достигли. Более того, пехота должна была быть поддержана танками. Танки, это тоже отдельный вообще элемент. Там специально для этой операции шерманы прокачали, апгрейдировали и в общем сделали их плавучими. То есть они, испытания все проходили успешно. Шерманы должны были так же, как и солдаты, высадиться в воду и по воде доплыть до берега и уже выйти на берег на гусеницах. Тоже не получилось, потому что погодные условия были опять же плохими, были большие волны и фактически, по-моему, только 4 что ли танка выбрались на пляж, а все остальные просто утонули. То есть это был кошмар. Утонули вместе со всеми своими экипажами и пехота осталась без какой-либо поддержки тяжелой артиллерии в принципе. Более того, еще один косяк произошел. Здесь уже четко по вине командования военно-морских сил США ребят перед боем, потому что знали, что из этого боя вернутся далеко не все. Знали, что этот бой будет очень тяжелым. И солдаты это знали. И для поддержания боевого морального духа их решили перед высадкой конкретно накормить. Их кормили на убой. Там и гамбургеры, и стейки, и мороженые, и пирожные, и пончики. В общем, просто пир, пир на весь мир им устроили. Что произошло? С полными животами, набитыми этой жирной, сладкой пищей, ребята попали в штормовую погоду, и на этих лодках, добираясь до пляжа, в общем, почти все солдаты, почти все солдаты начали, извините меня, блевать. У них началась морская болезнь, и их начало всех тошнить. Ну, а вы понимаете, что если у вас когда-нибудь была морская болезнь, у меня была, я знаю, что это такое, и в этот момент ты не то, что стрелять, ты вообще в принципе думать особо ни о чем не можешь, когда тебя мутит, тошнит, и выворачивает тебя наизнанку. То есть там эти солдаты были просто в самый разгар боя, во время высадки, вообще фактически небоеспособные. Ну, собственно, кошмар. В общем, друзья, с историей все. Если вам интересно, вы можете и посмотреть этот документальный фильм, ссылку я оставлю в описании к видео, и почитать Википедию, и вообще, помимо Википедии, существуют настоящие исторические книжки. То есть, можно информации найти море по поводу операции Оверлорд. Дерзайте! И если меня YouTube, конечно, не накажет и Strike мне не пришлет, то гляньте еще начало обязательно первого видео, где мы начинаем играть, потому что туда я вставлю небольшой ролик из очень известного фильма, чтобы задать, скажем так, тон игре и тоже зрительно, скажем, визуально продемонстрировать вам вообще, что на этом пляже происходило, чтобы вы просто понимали всю горесть, ужас и серьезность ситуации. Сначала мы возьмем 18 маркеров, которые у нас есть в игре, которые называются WN Depth. И WN означает Widerstands Nest. Но я это сказал совершенно без немецкого произношения, хотя должен был. В общем, по-немецки это означает гнездо сопротивления, что-то типа такого. А Depth это, в принципе, глубина. Не очень понимаю. Я понимаю, наверное, возможно, я точно понимаю смысл этого маркера. Я не понимаю, почему использовано слово Depth. Возможно, это какой-то очередной военный термин, который я просто, с которым я просто не знаком. Но фактически это почему глубина, то есть мы не знаем, что на этих фишках и, соответственно, мы не знаем, что в этих дзотах, в этих укреплениях. И когда мы до них доберемся, если мы до них доберемся, то мы это узнаем. В общем, мы эти 18 фишек перемешиваем и мы размещаем их согласно сценарию на точках укрепления VN60. Размещаем один маркер. На VN61 и 62. То есть у нас 61. Здесь у нас 62. Причем у нас два 62, но у нас в правилах сказано 62N. Мы размещаем именно там. Теперь 65N и 66N. 65N у нас здесь. Давайте возьмем, например, вот этот маркер. У нас он будет размещен в 66N. Также у нас 70, 72N и 73. 70, 72N и 73. Оставшиеся маркеры VN мы собираем и кладем на предназначенное для них поле на доске. Хоть здесь. Далее мы берем фишки VN. Это фишки уже не глубины, а фишки сами с противником, собственно. Кстати, не знаю, будет ли смотреть это видео пользователь VN. Слав, но если бы он смотрел, то он был бы мной точно доволен. Никаких заусенцев на фишечках. Более того, все они обтримены, нет, как же это сказать, триммернуты по углам у них. Все уголки закруглены. В общем, как полагается в приличном обществе варгеймеров. В общем, эти VN размещаем тоже, как нам говорят правила. Нам правила говорят, что VN, который с числом 88, мы размещаем на гнезде VN61. То есть, мы смотрим, где у нас 88. Вот у нас есть 88. И мы его размещаем на гнезде 61. То есть, прямо кладем сверху маркеры вот этого глубины. И еще один 88 мы кладем на 72S. Да, вот. Еще один 88 кладем на 72S. 72S у нас здесь маркера глубины нет. Сейчас я вам покажу. Вот здесь у нас 72S. Теперь нам нужно найти 6 маркеров с артиллерии. у нас артиллерия обозначается вот таким вот крестом и кругляшком посередине. То есть, вот это у нас артиллерия. Мы не знаем, что там точно за артиллерия, но... Упс! Так, никто не видел, но я не видел, по крайней мере. Но это у нас артиллерия. Итак, мы размещаем артиллерию на позициях 60-62S. Опять же, смотрим, 60. То есть, здесь у нас артиллерия 62S. артиллерия здесь. 65S и 68S. 70 и 73. Ракетное одно подразделение у нас отправляется на ВН-69, вот сюда, в глубину. Ну, а оставшиеся юниты размещаются на оставшихся гнездах. и это у нас 64-я, где у нас еще 68-я, 66-я, и в том числе и на маркерах глубины, естественно, потому что маркеры глубины не могут быть без сил противника. И последнее. Здесь у нас с вами есть два поля, куда размещается немецкая артиллерия. Это вот такие вот фишки, их только две, и они здесь написаны, что один дробь 1352 и один флаг. И то же самое у нас упс, то же самое у нас на востоке один 1352 и один флаг. В игре у нас есть 9 фишек тактического подкрепления, их можно распознать по буковке Т на фишке. У нас их 9, мы их перемешиваем и тоже кладем на предназначенное для них поле. Вот сюда. Дивизионные подкрепления у нас обозначаются буквой Д. И таких у нас с вами 11 штук, тоже они отправляются на свое поле. Обозначенные фишки буквой М, их у нас всего лишь 8 штук. У нас есть с вами 24 маркера вот таких мобильной глубины. Маркеры мобильной глубины, как будто я играю в Капитана Немо, а не в День Д на пляже Амаха. Ну, опять же, может быть, ребят, кто-то из вас знает, как это все правильно на русском называть. Так скажите мне, я хотя бы буду в следующий раз знать, если буду играть еще для вас или буду знать в следующий раз, когда буду играть сам для себя. И 20 маркеров вот этих мобильных у нас идут собственно на соответствующее им поле. И Building Depth глубина в строениях все развалилось. Ну, в общем, туда. Теперь размещаем танки США Шерманы наши плавучие. У нас, смотрите, могут быть два варианта фишек. Фишка, на которой куча цифр, но нету цифры справа. И фишка, на которой тоже куча цифр, есть цифра справа, здесь это один. Вот эта цифра справа один означает номер хода. Мы их сейчас пока откладываем и размещаем все танки, на которых этой цифры справа на фишке нету. Здесь обращаем внимание, на под танком у нас написано ER5. Мы размещаем этот танк в зону высадки ER5. И у нас зона высадки ER5 это здесь. То есть сюда у нас отправляется танк. Следующий танк у нас, например, FG5, у нас FG2 и ER3. Это у нас танки первой дивизии. То же самое сейчас делаем в 29 дивизии. DG2, DG3, DW3 и DW1. Теперь, друзья, смотрите. Вот это фишки наших войск, собственно, нашей пехоты. И очень вообще сложно определить, но верхние две фишки темно-зеленого цвета, а нижние две фишки это салатный или светло-зеленый цвет. В общем, у нас светло-зеленый это 29 дивизия, а темно-зеленый это первая дивизия. Мы рассортировываем таким образом все фишки, которые у нас есть в игре, и выкладываем их на поля в соответствии с номером хода, на который они у нас появляются. То есть, смотрите, две верхние фишки у нас левая появляется на вход номер 1, вторая фишка появляется в ход номер 3. Первая фишка снизу, слева, номер хода 4 и фишка справа номер хода 16. То есть, в 16 ходу у нас появится подразделение С1-115. Номера ходов у нас на доске на самом верху ход 1, 2, 3 и так далее. И здесь у нас еще время 6.15 утра, 6.30 утра, 6.45 и так далее, соответственно. То есть, у нас в начале будет один ход это 15 минут реальных событий, а с хода номер 17, вы сейчас этого не видите, там будет по-моему у нас полчаса. В общем, я рекомендую как вам размещать. То есть, когда вы найдете две фишки первой дивизии, которая размещается, выходит в первый ход и 29-й, кладите их рядом друг с другом и, соответственно, стопки здесь у вас будут, потому что будет у нас больше, чем два отряда выходить в каждый ход. То есть, держите просто стопочки раздельно, чтобы потом было удобно их размещать на поле боя. Ну вот, вот таким вот дружными кучками здесь разместил я все войска. У нас здесь небольшой прогал, ход 10, 11, 12, 13, 14, 15, никто не десантируется. На последнем ходе на 16-м у нас появляются новые юниты в игре. В принципе, на этом почти все. Нам осталось маркер хода разместить на ход номер 1, либо сверху, либо как-то как угодно. И фишку фазы тоже мы размещаем на первую фазу, чтобы понимать, где мы начинаем. И самый последний элемент мы размешиваем колоду карт, единственную, которая у нас есть в игре, и кладем ее где-нибудь рядом с доской. Ну что ж, на этом все. Мы готовы к началу игры. И всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok